доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и сейчас на своих экранах вы можете видеть так называемый аппаратно программный комплекс кап 801 оператор это его передняя панель он очень простой такой изготовлен в виде такого блока он небольшой ну буквально размера может быть две пачки блока сигарет это его передняя панель здесь кнопочка включения выключения и здесь собственно 1 2 3 4 5 6 7 8 портов неких пультов сейчас я вам их покажу они подсоединяются к этому общему блоку вот этот блок кап 801 оператор был приобретен лабораторией в 2002 году используется он достаточно давно во многих лабораториях использовался насколько я знаю сейчас им никто не пользуется по определенной причине я уже говорил об этом аппарате аппарате аппаратно-программном комплексе в нескольких своих предыдущих видео значит стоимость его в 2002 году составляла 250 тысяч рублей по тем временам это были огромные деньги для сравнения приведу такой факт машина автоваза шестерка известная всем в то время стоило 36 тысяч и вот этот блок был фмба в то время министерство здравоохранения предлагался для лабораторий прежде всего атомных станций всего 10 россии и 3 строящихся соответственно предлагался комплекс для предсменного входного контроля то есть условно говоря люди приходят на работу их специалист медицинский или психолог или врач функциональной диагностики как настаивала в то время равно как и сейчас настаивает уже фмба правоприемница министерства здравоохранения этих людей работников предположим атомной станции садят за этот блок и обследование по соответственно 8 пультов 8 человек в раз могут обследоваться но еще с учетом времени заведения данных базу данных составляет порядка от 12 до 15 минут то есть люди садятся нажимают на кнопочки по блокам и соответственно проходят входной контроль после этого они выходят на рабочую смену то есть идет оценка допуск не допуск этим аппаратом если определенные критерии психологического состояния не укладываются в нормативы занесенные в программное обеспечение этого аппарата то человек не допускается до работы то есть его не допускают до блочного счета управления атомной станции так называемый бщу вот такой комплекс разработан он был под эгидой минздрава российской федерации стоил 250 тысяч и соответственно был рекомендован не просто рекомендован а в некотором смысле навязан в то время министерством здравоохранения для лиц опасных профессий атомщиков прежде всего блок простой самая дорогая деталь в нем на радио рынке в то время когда доллар стал там несколько рублей там 5 или 6 рублей доллар стоил самая дорогая деталь стоила 20 долларов продается он на данный момент да то есть я не знаю сколько он сейчас будет стоить сколько за него попросит мба но на тот момент это были огромные деньги я думаю сейчас они будут также сопоставимы сам но в то же время 250 тысяч и который за него пласть просили в 2002 году и соответственно самая дорогая в нем витале микропроцессор он стоил на радио рынке 20 долларов то есть копейки собственно изготовление вот этой пластмассовой коробки в стиле советских электроников магнитофонов и соответственно там ничего нет практически там одна плата в этом блоке вот и соответственно вот этот микроконтроллер стоит на которой записано программное обеспечение вот собственно так он выглядит его передняя панель так вот выглядеть выглядят пульты то есть вот сам блок здесь находится так выглядит пульт тоже вот такой вот аля ссср и две кнопочки в центре лампочка она попеременно загорается красным или зеленым цветом значит блок осуществляет диагностику по двум психологическим реакциям это пзмр простая зрительно-моторная реакция и ссср сложная зрительно-моторная реакция в нем нету рдо 3 как бы третьего их собрата реакции на движущийся объект он всего только две пзмр и ссср осуществляют вот один из четырех блоков приведен тут положим просто для информации для красоты 8 человек за раз порядка 15 минут требует проведения обследования значит да замеряется в сср вариабельность сердечного ритма такая странная штука в общем разработана одним из наших ученых якобы по ней можно что-то понять по этой в сср ну хорошо так выглядит программное обеспечение вот здесь вот написано кап 8 0 1 оператор то есть тут заносится информация о подразделении соответственно заносится информации по каждому блоку здесь прописывается фамилия имя отчества людей которые проходят данное обследование достаточно долгая утомительная процедура то есть специалист должен сесть занести фамилии имя отчества и данные персональные данные каждого из этих восьми человек и соответственно запустить эту программу не здесь все отображаются и значит начинается обследование вот здесь то же самое проведение обследования уже другая кнопка выбор подразделения осуществляется выбор организации выбор организации выбора обследования и подразделения Вот здесь вот занесены некоторые данные по нашему подразделению, то есть Уральский электрохимический комбинат, все подразделения, здесь вот 13-й отдел, 19-й цех, 54-й цех. Заносится информация и, соответственно, человек проходит обследование вот на этом самом комплексе. Ежедневно перед выходом каждая смена, а смены иногда бывают до 100 человек, это на атомных станциях, иногда бывают небольшие смены, тоже там порядка 20-25 выходят в одну смену человек, вот на этот самый БЩУ, блок управления атомной станцией. На нашем предприятии, например, это, значит, несколько сотен человек, предположим, по тому же 19-му цеху, соответственно, пропускная способность не очень высокая, надо посадить человека, нацепить ему вот эти крокодильчики, занести информацию в базу данных и начать обследование. И так каждый день, ежедневно, то есть, чтобы, допустим, пропустить и допустить до работы 100 человек, ну вот умножайте примерно, то есть, если за раз можно 15 минут 8 человек, вот умножьте, сколько времени это займет для 100 человек. Посчитайте, как длительно этот процесс происходит. Мы пытались это дело продвинуть, но нам сказали, что просто люди не успеют выйти на свои рабочие места в срок. Допустим, если у них работа начинается там, грубо говоря, 8 часов смена, то, соответственно, они должны приходить, чтобы там переодеться и подойти вот в медпункт, должно проходить еще от полутора до двух часов, чтобы пропустить всех этих людей через этот блок. Соответственно, один медпункт должен, как минимум, обладать несколькими такими блоками, чтобы пропустить все это количество людей. Или же, соответственно, несколькими специалистами, которые это будут проводить, это дело в режиме вот очень быстром такой напряженной работы. То есть, прошли, подсоединили крокодильчики, сели за компьютер, заводим минут 5, тратим на то, чтобы занести информацию в базу данных этого блока. Затем, собственно, обследование, которое продолжается 5-7 минут, вот и получается 15 минут на 8 человек. А если их 100, соответственно, надо ставить еще один такой блок, еще один, еще, еще, еще. А каждый блок, каждый отдельный АПК-оператор стоит 250 тысяч по ценам 2002 года. С учетом того, что шестерка стоила 36 тысяч. Я повторяюсь, но это очень важный момент для меня. Соответственно, блоков нужно много на один медпункт. Но цехов много, их несколько десятков. Соответственно, допустим, в 19-й цех надо таких 5-6 аппаратов, или 2-3 в лучшем случае, если говорите о сотне человек. Есть цеха гораздо с большим количеством людей, там 70-й, 54-й и так далее, и так далее, и так далее. И в каждом у них, в этом цехе есть свой медпункт, в каждом, соответственно, люди приходят на рабочую смену, им необходимо провести вот этот самый предсменный контроль, 8 человек посадить и, собственно, проводить им обследование. Огромные затраты, огромные траты для предприятия, как в плане, собственно, приобретения этого блока АПК-оператор, так и процедуры проведения этого блока. Но это еще та беда, это просто технические какие-то особенности, не самое главное в этом блоке, в его недостатках, условно будем говорить. А самая главная беда его заключается в следующем, самая большая беда. Давайте вот вернемся к этой картинке. Смысл в том, что когда этот аппарат разрабатывался, а было это конец 90-х, начало 2000-х годов, то есть нулевых годов текущего века, мы, соответственно, выяснили такую подробность. Приобретя этот аппарат, нам его приобрели только для того, чтобы мы могли тестоваться, собственно, в то время в Министерстве здравоохранения, и мы были вынуждены его приобрести. Его никак нельзя было организовать по вышеизложенным причинам для предсменного входного контроля на конкретном медпункте, на конкретном, для конкретного цеха, в силу его конструктивных технических особенностей. И мы его использовали при проведении периодических психзиологических обследований. Использовали достаточно долгое время, несколько лет, и выяснили одну уникальную, удивительную особенность этого аппарата. Это его программное обеспечение. Написано оно, в общем-то, достаточно простым языком программирования, но проблема заключается в следующем. В Махна, пускай в 2000 году ориентировочно, приехали специалисты Минздрава Российской Федерации на Балаковскую, в то время атомную станцию, привезли с собой вот этот аппарат, разработанный ими программное обеспечение, вот этот блок, стали проводить обследование. Провели обследование у 100 с лишним, не более 150 человек обследования, получили результаты по этому АПК-оператору, и увидели среднее. Они увидели среднее по методикам ПЗМР и СЗМР. И сказали, окей, очень хорошо, 100 человек с лишним вполне достаточно для функционирования данного аппарата. Хорошо. Но если вдуматься в смысл происходящего, во-первых, все эти люди, которых они обследовали, без исключения были мужчинами, это раз. А второе, эти люди были разных возрастов, то есть там люди от 30 до 40, и от 40 до 50, и так далее, и так далее, и так далее. И ни для кого не вызывая, для нас не вызвало сомнения тот факт, что скорость простой зрительно-моторной реакции и результаты, которые можно получить на основании этой реакции, они, несомненно, различны как для разных возрастов, так и, соответственно, для разных гендерных групп. То есть для мужчин и для женщин. Но, в частности, на нашем предприятии обследование и данные предсменные обследования должны проходить как женщины, так и мужчины. А аппарат оценивает только мужчин. Опаньки. Более 100 измерений выработали средние показатели, заложили их, вписали это жестко в эту программу. И, соответственно, вот якобы, если человек укладывается в указанные средние показатели, он допускается до работы, он попадает, грубо говоря, на рабочее место. А если не укладывается в эти средние показатели, разработанные на основании этих 100 экспериментальных замерений, то, соответственно, он не должен быть допущен до работы. Очень сложный юридический, экономический момент для любого предприятия. Одним словом, в аппарате нельзя настроить нормативы. И в третий момент, даже более важный, абсолютно отсутствует в программном обеспечении данного аппарата возможность настроить индивидуальные нормативы. Представьте себе, приходит молодой человек, допустим, ему там 30 лет, он проходит методику ПЗМР, СЗМР, и мы видим по нему одни нормативы. То есть, допустим, укладывающиеся в разработанный разработчиками норматив. И приходит, допустим, там 50-летний работник, который не укладывается, ни сегодня он не уложился, ни завтра, ни послезавтра. Его мало того, что нельзя допускать на конкретную рабочую смену, его вообще надо выводить с предприятия, поскольку, ну, какой смысл держать работника, который по своим психологическим показателям не может пройти предсменного контроля. Он выходит на работу, а ему фельдшер или врач функциональной диагностики говорит, а ты, Иван Иванович, не можешь сегодня пройти, и завтра ты не пройдешь, и послезавтра давай-ка увольняйся. Вот какая ситуация складывается с этим программным обеспечением. Самый главный недостаток этого комплекса – отсутствие так называемых индивидуальных нормативов. Вот индивидуальных нормативов для каждого конкретного человека. Одно дело – это скорость реакции у 30-летнего и функциональное состояние у 30-летнего молодого человека. Другое дело – у 50-60-летнего работника. Понятно, что если человек себя плохо чувствует, у него также произойдет непопадание в эту самую норму. Это еще пятый вопрос этого аппарата. Одним словом, самого главного в нем нет. В нем нет мобильности, точности в подходе и в оценке по средним показателям. А оперирует программное обеспечение этого комплекса именно средними показателями. Все очень просто. Получили 100 человек результатов, столбик результатов по средним значениям, усреднили эти показатели, отложили, как это принято в науке, два средних квадратичных отклонения, получили границу нормы. То есть идет средний какой-то график, выше него идет граница нормы, ниже него идет граница нормы. И вот эта граница, она в этом аппарате прошита, в программе ее поменять нельзя, эту границу нормы. Она не учитывает возрастные изменения. То есть вот они замерили для этих 100 и абсолютно не факт, что эти средние показатели будут едины, как для 30-летнего, равно как для 50-летнего человека. Это основная проблема этого комплекса. В нем нет мобильности настроек. Их в общем-то совсем нет, этих настроек. И вот это предлагают нам купить за 250 тысяч в 2002 году. Мы этот комплекс перебретаем. В силу технических причин не можем использовать его на большом контингенте лиц, как наше предприятие. И кроме того, мы не можем учитывать индивидуальные нормативы. Все это привело в конечном итоге к тому, что мы разработали и получили патент на аппаратно-программный комплекс контроль допуск. У нас собственный аппаратно-программный комплекс. И он эти все недостатки учитывает. Во-первых, этот комплекс проводит обследование по простой зрительно-моторной реакции, сложной зрительно-моторной реакции. И наконец появилась, без которой собственно вообще невозможно четко оценить человека, появилась методика РДО. То есть в нашем аппаратно-программном комплексе контроль допуск, в кавычках он так называется, реализовано все три психзиологических методики. Не две, как в кап-операторе, а именно три. Выглядит это теперь следующим образом. Вот давайте я открою первую методику. То же самое происходит. То есть если я сейчас нажму кнопочку обследования, это наше программное обеспечение, разработанное у нас в лаборатории, то в центре экрана монитора будет появляться красный квадрат. Этот квадрат будет загораться по своему собственному алгоритму, заложенному в этой программе. И соответственно начнется обследование по первой из трех методик. Иванов Иван Иванович, возраст учитывается, во-первых, пол учитывается программным обеспечением, и учитывается возраст этого человека, 47 лет. Соответственно должность, образование и так далее. То есть первая методика ПЗМР, вторая методика, обратите внимание, СЗМР, сложная зрительно-моторная реакция, последовательно они также предъявляются человеку. Обследовать можем с помощью этого программного комплекса хоть 100 человек. Вот сколько компьютеров есть, сколько предприятия, а компьютер стоит, ну сейчас можно купить компьютер за 10-12 тысяч. Соответственно предприятию гораздо дешевле купить 10 компьютеров, чем платить за один аппаратно-программный комплекс КАП-801 оператор, покупать его по 250 тысяч с условием того, что их надо купить не один на каждый медпункт, а несколько на каждый, с учетом больших объемов проводимых обследований. И время КАП-801 оператор значительно дольше по проведению, то есть по времени затрачиваемого одним человеком на проведение этого комплекса специалистам, значительно больше, нежели использование нашего программного обеспечения аппаратно-программного комплекса контроль-допуск, сокращенно АПК-КД. Соответственно нажав эту кнопочку начинается обследование. Далее, то есть вот как я уже показывал, здесь у нас методика ПЗМР реализована параллельно, то есть последовательно, после этого сразу же, видите не надо даже базу данных перенабивать, дополнительно какие-то манипуляции совершать. Соответственно методика СЗМР далее запускается после того, как человек зашел, проходит ПЗМР и в конце запускается уже реакция на движущийся объект. База данных уже забита и соответственно человек проходит последовательно и очень быстро, буквально за 2-3 минуты, сравните это с 15 минутами по одному человеку на КАП-801 оператор. Наше программное обеспечение это 2-3 минуты одного обследования. Оно может быть использовано при наличии компьютеров, подключенных в локальную сеть и программа работает по локальной сети на одном медпункте. Один раз завели человека, все, информация сохранена и мы ежедневно проводим на нем обследование, осуществляем допуск или недопуск до рабочего места. Соответственно вернусь я к тесту ПЗМР и хочу обратить внимание на самый важный момент, на самую проблемную точку КАП-801 оператор. Вот этого комплекса, я покажу вам то, как мы ее решили. Обратите внимание, если у нас проходит группа, предположим, аппаратчиков на одном каком-то медпункте, мы знаем, что каждый день к нам в цехе 70, предположим, придут аппаратчики, их там будет человек 20-30. Не беда, у нас стоит там 10 компьютеров, мы за 3-5 минут всех 20 пропустим, да, то есть или 5 минут, 7 минут мы потратим на это дело, или же мы потратим 15 минут на 8 человек. Соответственно приходит к нам аппаратчик, мы его берем в базе данных и соответственно у нас для аппаратчиков, для их функциональных особенностей заведены и рассчитаны собственные нормативы. Вот я хочу обратить ваше внимание вот на это поле. Здесь видно, сколько им количества проб будет предъявлено и количество стимулов по каждой из проб. И соответственно занесены и рассчитаны, собственно, в лаборатории психологического обеспечения нормативы общепопуляционные. Мы можем занести сюда нормативы по этим 20 аппаратчикам. Мы можем занести сюда общие нормативы для всех работников, предположим, цеха 70. Вот здесь вот, просто в нормативах. И одновременно с этим, если мы знаем, что у Иванова Ивана Ивановича, ему 47 лет, и он с трудом укладывается в норматив общепопуляционный, или же рассчитанный только для определенной группы лиц тех же самых аппаратчиков, мы для конкретного Иванова Ивана Ивановича моментально в один клик мышки можем выставить его индивидуальные нормативы, чего напрочь лишен КАП-801 оператор. Это вот тупой инструмент, плохо заточенный. В нем нет самого главного. В нем нет индивидуальных нормативов по каждому отдельному человеку, отличающегося по полу и возрасту прежде всего. А вот здесь это присутствует. Как общепопуляционный норматив, так и индивидуальный норматив может быть внесен для Иванова Ивана Ивановича. Поэтому мы не выведем его с рабочего места до тех пор, мы обследуем его пять раз, узнаем его индивидуальный норматив, так называемый тестовый период эксплуатации данного комплекса АПК-КД. А затем, когда он придет уже в шестой раз, мы ему выставим быстро очень не его какой-то, вернее не общепопуляционный групповой норматив, а выставим ему вот здесь вот его индивидуальный норматив. Если он пять раз показал стабильные результаты, мы их посчитали, это делается в два щелчка мыши, мышки, рассчитали для него индивидуальный норматив по показателям ПЗМР, равно как и по СЗМР, и по РДО и так далее. Мы заносим его индивидуальный норматив и он по своему индивидуальному нормативу проходит этот входной контроль. То есть фундаментальной ошибки, недопуска до работы в случае того, что вот кто-то когда-то в 2000 году для сотни человек рассчитал какой-то норматив, не очень точный, и мы вот и свои индивидуальные нормативы уточняем постоянно. Кто-то когда-то рассчитал, а мы эту проблему устраняем. Он не будет недопущен до работы, он будет допущен с учетом его собственного индивидуального норматива. Устраняется основная проблема комплекса КАП 8.0.1 оператор, крайне нефункционального, надо сказать, комплекса. Вот это основное достоинство нашего программного обеспечения. Можем завести норматив для всего подразделения, или для определенной группы, скажем, аппаратчиков, или для определенной группы, скажем, дезактиваторщиков. И более того, мы подходим индивидуально к каждому человеку. У нас заносятся индивидуальные нормативы. И это победа. Это решает все проблемы, которые, во-первых, быстро, во-вторых, точно. В отличие от имеющегося у нас КАП 8.0.1 оператора. На этом все. Благодарю вас за внимание. Если будут какие-то вопросы, задавайте их на наш форум. Е-мейл адрес мне пишите. Благодарю вас за внимание. И удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует...